Здравствуйте, с вами Ольга Паршина. На юге Дальнего Востока преобладает повышенный фон атмосферного давления. Небольшие дожди пройдут здесь скорее в виде исключения. Таким исключением во вторник станет Хабаровск, где при этом будет очень тепло до плюс 27. А во Владивостоке около 25 и ясно. А на Байкал придет волна холода. В Иркутске температура рухнет на 10 градусов и не обойдется без дождя. В Улан-Удэ все произойдет на сутки позже. В Новосибирске осадков не ожидается. В дневные часы комфортные 25. А Урал погрузился в дожди. И это надолго. В Екатеринбурге до конца недели не выше 20 градусов. Европейская территория России, провожая свой циклон на Урал, начинает ловить солнечные просветы. В Архангельске во вторник плюс 21. Облачно с прояснениями, без осадков. Ясно. Идеальная для прогулок погода на берегах Балтики. В Калининграде 23. Но местами по северо-западу и везде в центре еще пройдут небольшие дожди, которые тоже будут чередоваться с солнечными периодами. И днем те же 20-23. В Поволжье чем восточнее, тем осадков больше и прохладнее. В Нижнем Новгороде уже около 20. Местами небольшой дождь. В Казани дожди зарядили на несколько дней. И тут пока лишь плюс 18. А южная погода близка к идеальной курортной. Уже нет изнурительного зноя, но все еще жарко и без существенных осадков. На Черноморском побережье днем под 30. В Ростове, Дону и Луганске 27. А теперь о погоде в столицах. В Петербурге во вторник 21-23. Местами кратковременные дожди. И в Москве короткие дожди 18-20. Но уже в середине недели воздух прогреется до 22-24. Осадки прекратятся. На этом о погоде все. Сейчас время кратких новостей погоды. В нашей метеостудии Ренополякова. Ира, ну что-то сегодня прохладно. Да, сегодня самый прохладный день за все наше нынешнее лето. Итак, прогнозы пока продолжают говорить о прохладной погоде. Этот циклон уползает все восточнее. Его воронка все сильнее подстегивает воздушный поток с севера. Прохладой нас мощно будет продувать и завтра, да и послезавтра тоже. И без дождей не обойдется. Причем, чем ближе к центру циклона, тем дожди, разумеется, интенсивнее и продолжительнее. Но поскольку сейчас все-таки лето. И солнце еще высокое. Там, где облака позволяют ему появиться днем, сразу чуть теплее. Этот отепляющий эффект максимально работает на солнечном севере. В Мурманской области опять до 25. При этом в Тамбове только 21. А в Казани и Самаре, где дожди перманентные, максимум 18. Южные районы северная прохлада задевает минимально. Но развитие кучи водождевых облаков это подстегивает. Правда, солнечная погода все равно будет преобладать. Продолжу после паузы. В Петербурге завтра плюс 22. Дождь местами. В Москве 18-20. Пока не больше. К тому же, ветрено и сыро. Вот так постепенно готовимся к осени. Это был прогноз погоды Трина Поляковна. Здравствуйте. О погоде на завтра Евгения Неронская. На Дальнем Востоке август достаточно щедро на солнце и тепло. Особенно на юге материка. Кое-где в Амурской области и в Хабаровском крае еще пройдут небольшие дожди. Местами с грозами. Но на температуре они особо не скажутся. Днем 25-30. В Приморье без осадков и около 30. На побережье чуть свежее. И в Забайкале днем уже плюс 30 и выше. На ночи прохладные все условия для утренних туманов. В Якутии погода, как и накануне, очень контрастная. На севере холодной воздушной массе. Температура ниже норма на 5, а то и 7 градусов. А юг пока в тепле. По границе тепла и холода пролегает фронтальный раздел, на котором пройдут дожди. Местами с грозами, порывистым ветром. Якутия попадает под влияние этого фронта. В Иркутской области тоже с дождями. Днем около плюс 20. А западнее. На юге Красноярского края. И до самой Омской области поле высокого давления. Погода солнечная. Дожди могут брызнуть разве что локально в горных районах Алтая. Но скоро солнечной идиллией придет конец. Скандинавский циклон уже взял под свой контроль весь Урал. Там дожди. Местами сильные, с грозами, порывистый ветер. И плюс 15-20. На европейской территории тоже еще хорошо заметен шлейф осадков. Практически вся средняя полоса в дождях. Местами грозовых. Температурный фон достаточно однообразен. Днем 20-25 максимум. Самые сильные осадки в восточных районах. А на северо-западе уже практически без дождей. Только в Карелии пока пасмурно. Распогазилось и на берегах Балтики. И на Черноморском побережье погода курортная. Завтра солнечно. От Севастополя до Астрахани плюс 25-30. А в степных районах Кубани до 33. Еще одно исключение в этой дождевой истории. Это арктическое побережье. В Мурманске и в Архангельске днем плюс 20-22. И о погоде в столицах. В Санкт-Петербурге завтра облачно. С прояснениями днем плюс 21-23. В Москве пока дождливо и не выше 20-ти. Здравствуйте, с вами Наталья Зотова. Погода на Дальнем Востоке во вторник порадует теплом и минимальным присутствием осадков. Только на севере температура ниже нормы. А на Камчатке до 20-ти и без осадков. От Сахалина до Байкала, можно сказать, везде жарко. От 24-х до 32-х. В Бурятии жару разбавят небольшие дожди. А Иркутск вслед за ними накроет холодная волна. Здесь завтра лишь чуть выше 20-ти. От Красноярска до Омска погода хорошая до 25-ти. Но Тюменская область уже во власти циклона, который пришел на Урал с европейской части. Практически весь Уральский регион в дождях и не по сезону прохладных. Плюс 17-22. И сама европейская территория России окажется в тыловой части циклона, где пока господствует северный ветер. Но на Западе атмосферное давление уже растет. Из-за дела берется солнце. От Мурманска до Калининграда без осадков и 22-23. В центре локальные дожди все меньше препятствуют солнечному прогреву. К северу от столицы также до 23-х. В Поволжье еще холодно, но тут погода постепенно идет на поправку. А на юге идеальные 25-30. И практически совсем без осадков. В Сочи небольшой дождь может пройти в утренние часы. В Санкт-Петербурге во вторник 21-23. Переменная облачности без осадков. В Москве пока около 20, но дожди уже кратковременные. А со среды уже 20-25. И в основном без осадков. О погоде все. Здравствуйте. С информацией гидрометцентра России и прогностического центра метео вас познакомлю я, Наталья Зотова. Североатлантический циклон, пройдя насквозь среднюю полосу, неохотно покидает европейскую территорию России, переползая на Урал. Мы еще чувствуем, что находимся в его тылу, по северному ветру и постепенно ослабевающим дождям. Но на западе атмосферное давление уверенно растет. Гребень антициклона очистит от облаков неба над Кольским полуостровом и Балтикой. От Мурманска до Калининграда практически без осадков. И 22-23. Отличная погода сохранилась и в Архангельске. Да и в центре локальные дожди все чаще прерываются длительными солнечными просветами. Репетиция осени завершилась. Местами воздух тоже прогревается до 23 градусов. Но в Туле, Курске и Белгороде пока 20-22. В Поволжье самые сильные дожди уходят в Левобережье. В Самаре и в Казани прохладные плюс 18. А в Нижнем Новгороде уже около 20. На юге без существенных осадков и очень комфортная умеренная жара. В Ростове-на-Дону и в Луганске плюс 27. В Сочи и в Ялте под 30. А чуть выше 30 градусов будет только в столице Краснодарского края. В Санкт-Петербурге во вторник 21-23 местами кратковременные дожди. В Москве ночью 11-13 и днем пока 18-20. И тоже короткие дожди. А со среды станет еще теплее и осадки прекратятся. К выходным в столице до 25 и выше. Так что лето еще никуда не уходит. В столичный регион в начале новой недели заглянула осень. Местами температура сегодня не превысит 16-17 градусов. Добавят неприятных ощущений плотный ветер, облака и периодические дожди. А вот как будет меняться погода дальше, прямо сейчас узнаем у Виктории Черникова. Виктория, здравствуйте. Надеюсь, лето к нам еще вернется. Да, и уже в середине недели потеплее до 20-25. Так что отчаиваться не надо. Репетиция осени будет короткой. Но 12 августа есть шансы стать самым холодным летним днем 21 века. А завтра температура начнет повышаться. В Локоламске, Нарофаминске и Орехово-Зуеве в дневные часы днем плюс 19. А на севере Подмосковья в Клину и Сергиевом Посаде потеплее до 21-22 градусов. Но везде в прогнозах небольшие дожди. В Москве предстоящей ночью 11-13, днем 18-20. Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Дальше атмосферное давление продолжит плавно расти. В среду над столицей уже переменная облачность и преимущественно без осадков. 21-23 вернется летнее настроение. А в конце недели станет еще на несколько градусов теплее. Это хорошо, потому что пока не хочется вспоминать про осень. Согласна. Спасибо. О погоде рассказала Виктория.